А сейчас, внимание, нужна помощь. Обычная простуда обернулась огромной опухолью мозга для четырехлетнего ребенка из Уральска. Батырхан Исламгалиев едва стоит на ногах, не может удержать в руках чашку. Болезнь настигла абсолютно здорового мальчика внезапно. О том, как иногда каждая минута может стоить жизни, в материале Ирина Морозова. Он, как и все мальчишки его возраста, с радостью рассказывает нам о любимых супергероях. И сложно поверить, что улыбающийся Батырхан всего несколько минут назад рыдал, испугавшись нашей съемочной группы. Мама говорит, бояться чужих он стал просто панический. Слишком многое пришлось пережить за последние пару недель. Здесь помпа у него. Я его каждое утро так делаю, проверяю, нажимаю. Она становится маленькой стала, уже вода отходит. Вот так. И потом она набирается. Ведь мне сказали просто его почаще смотреть и трогать, чтобы она работала. Смотришь, как работает. Если она вот так работает, значит она нормально. Помпу для удаления жидкости прямо в голову Батырхану поставили сразу же, как только на МРТ врачи увидели огромную опухоль на мозжечке. Проявила она себя внезапно. В начале сентября у мальчика немного поднялась температура. В местной поликлинике назначили лекарства от простуды. Однако через несколько дней ребенок перестал стоять на ногах. Появилось косоглазие. Двусторонняя опухоль сдавливает ствол головного мозга. В областной детской больнице сделали шунтирование и предупредили. Удалять новообразование нужно как можно скорее. Мы почему ищем за границей? Потому что операция очень сложная. Нам сказали, от 14 до 20 часов будет проходить операция. Объем опухоли очень большой. 4,8 см. Это почти 5 см. И 6,5 см. Второй. Поэтому мы ищем самых лучших. Ждать, когда выделят квоту в Казахстане, родители не хотят. Боятся, что будет упущено драгоценное время. Уже в ближайшие вторниках ждут на приеме в турецкой клинике. Доброкачественное это опухоль или раковое образование станет известно только после операции. От этого будет зависеть и дальнейшая реабилитация. Глаза не закрывает ночью, не спит. Мама говорит, не отпускай меня. Я боюсь, конечно, боюсь. Я и туда поехать боюсь. Какой ответ будет, что будет. Я всего боюсь. Но с такой надеждой я хочу, чтобы помогут. Что мы вернемся. Быть готовым к такому невозможно. Поэтому сейчас остро встал и финансовый вопрос. По словам родителей, счета клиника им еще не выставила. Лишь предупредила, что сама операция будет стоить не меньше 20 тысяч долларов. Это больше 8 миллионов тенге. А помимо нее нужны еще дорогие анализы и последующая реабилитация. В семье работает только отец. Он водитель бензовоза. Своими силами родителям удалось собрать около 3 миллионов. Поэтому любая помощь будет очень кстати. Ирина Морозова, Андрей Семберев, КТК, Уральск.